Всем привет, с вами Денис Мейджор. Как и многие из вас, надеюсь, я сижу в самоизоляции дома с детьми, с женой, со всей своей семьёй. И в принципе для меня, конечно, лично это небольшая проблема, я вообще больше люблю работать из дома, но для ребёнка, особенно для старшего, потому что маленький ещё не ходит, а старшему 4,5 года для него это проблема, потому что ему надо двигаться, гулять ему нельзя, и он начинает просто носиться по комнате, расшибать себе коленки, лбы и всё такое. Мы с женой подумали, ну у нас же куча консолей, в том числе где есть игры с движениями, и я решил попробовать дать ребёнку поиграть во все эти игры, и в том числе в этом видео я расскажу, что из этого получилось, какие консоли и какие игры нам в итоге помогли, можно сказать, обеспечить вот это движение, а какие консоли не помогли. Поехали! Ну и когда встал вот этот вопрос, что надо ребёнку дать какие-то игры подвигаться, я прежде всего подумал о Кинекте, на самом деле потому, что нету никаких геймпадов в руках, которые могут вылететь из рук. Да, там надо крепить, ну как бы понятно, это ребёнок, ты же не будешь ему там пережимать как-то это, если не пережмёшь, он может вылететь, тем более есть игры довольно активные. Потом мы в итоге к этому пришли, но сначала про Кинект. И у меня есть и Xbox 360, официальные, лицензионные, как это правильно сказать, и невзломанные вообще. Есть Кинект тоже официальный, микрософтский, и первый Кинект для Xbox 360, и второй Кинект для Xbox One, если что это разные Кинекты. Но сначала я решил попробовать Xbox 360, потому что у меня там есть и Кинект Адвенчерс, и ещё какие-то игры для Кинекта. В принципе, игр на Xbox 360 для Кинекта очень много, и они довольно интересные. И та же Кинект Адвенчерс, интересная, хорошая игра, но проблема возникла совсем в другом месте в самом Кинекте, потому что у Кинекта для Xbox 360 очень плохое качество распознавания. Поначалу вообще была проблема, то есть он говорил, отойди подальше, подальше, я там отхожу, отхожу, ну когда сам настраивал Кинект, и ему всё мало. Я думаю, блин, для каких комнат вообще это сделано? Потом я починил старый телевизор, ну там со звуком были проблемы, я это исправил, чтобы звук работал. Поставил его как бы в другую часть комнаты, получилось, что он вдоль комнаты вот так работает, то есть можно дальше отойти. И эта проблема ушла, но возникла другая. То есть когда взрослый человек играет, в принципе нормально, всё работает, всё отслеживается, бывают какие-то проблемы неточности, но это не так критично. Когда играет ребёнок, то основная проблема это то, что Кинект его видит не полностью. В частности там, ну что-то происходит, или просто уровень ребёнок прошёл, или просто там распознавание нарушилось вдруг, и нужно нажать кнопку, и кнопка внизу. И вот просто внизу рука у ребёнка не определяется, то есть нужно нажать именно рукой, именно Кинекту, геймпад не поддерживается, то есть именно вот так. Мы даже ребёнку говорим, вот ты возьми руку вот так вот, и медленно-медленно тяни вниз. То есть как будто тут рука определяется, он тянет-тянет вниз, и на каком-то моменте просто теряется определение, и ты не можешь продолжить, и это постоянно вот это возникает. А когда пытаешься там влезть ребенку помочь, Kinect вообще запутывается, потому что несколько человек в кадре, и в итоге, несмотря на то, что игры под Xbox 360 действительно крутые, пришлось это отложить, эту идею, потому что, ну, это просто уже не игра, не развлечение, просто какая-то морока. Что касается Xbox One, то там ситуация диаметрально противоположная, то есть Kinect сам работает просто идеально, там уже ему и близко можно подходить, и далеко у него очень широкий угол обзора, очень высокое качество. Там проходишь мимо Kinect, а случайно в него там посмотрел на него, если твое лицо зарегистрировано, он тебе уже говорит, привет, там, Денис, там, и ребенка узнает, и жену узнает, всех узнает, все нормально, отслеживание нормально, но игр нормальных нет, ну, почти нет. То есть, по сути, мы для Kinect нашли три игры. Ну, во-первых, это разные джаз-денсы, я не буду говорить, что это там разные игры, да, их несколько, но, блин, по сути, это одна игра. Есть Kinect Sports Rivals, которая не совсем ребенку подходит, ну, во-первых, потому что она больше под фитнес заточена, то есть это скорее спортивные занятия, а не двигательные занятия. Там иногда сложность выполнения этих занятий, ну, упражнений, да, не совсем упражнения, да, они игровые, но, тем не менее, там часто сложность в том, что ты в каком-то не очень удобном положении фиксируешь свое тело, которое дает тебе нагрузку на определенные мышцы, но это не то, что нужно, когда ребенку нужно двигаться. И, по сути, для движения там мы взяли только Fruit Ninja Kinect. Кто, может быть, знает игру Fruit Ninja для телефонов, где там фрукты летают, и ты их разрубаешь, там комбы всякие делаешь, вот такой же есть для Kinect, еще для Xbox 360 и для Xbox One тоже. И там примерно такой же принцип, только рубить нужно руками. На самом деле это прикольно, то есть ты стоишь такой как-нибудь, ты такой, вот это все рубишь, и ребенку на самом деле зашло. Там единственное, что очень долгие менюшки, особенно начало игры, там надо одно выбрать, другое, третье, четвертое, пятое, столько менюшек, не знаю, что нельзя сделать, просто начать игру, и чтобы было интересно. Ну да, там несколько режимов, ну просто можно менюшки сократить, ну, раза в два. Но тем не менее, да, ребенок там еще не совсем прям так играет, то есть он как-то просто там вертится, машет руками, но у него получается, и ему интересно, он устает. В принципе, то, ради чего все затевалось. То есть он поиграл там несколько раз, потом такой, ну все, я устал, надо посидеть. Хорошо. То есть, в принципе, с Fruit Ninja Kinect на Xbox One все нормально, но по сути это одна игра. Да, есть еще Jazz Dance, но Jazz Dance я потом объясню, почему мы в итоге на Wii играем. Но сложность тут еще вот какая. Kinect для Xbox One подключается только в фатку Xbox One, а в Xbox One S и Xbox One X он подключается только через переходник. То есть, если у тебя нет переходника, то ты не можешь подключить этот Kinect. Там кто-то говорит, чуть ли не руками делает этот переходник, не знаю. Есть переходники, продаются неоригинальные, но все равно, я смотрел даже на Озоне, я не знаю, оригинальный или неоригинальный переходник, там 3000, это написано со скидкой, а так он вообще 4. Короче, дорого, конечно, плохой вариант, но у меня просто есть Xbox One фатка, и поэтому я могу с ним использовать вот этот второй Kinect. В общем, посмотрел на всю эту тягомотину с Kinect и решил, ладно, хорошо, давай попробуем все-таки с геймпадами. Будем как-то следить, чтобы геймпады не вылетели у ребенка, чтобы там телевизор не попали. Что зашло? Например, на Nintendo Switch ребенку зашло Arms. То есть, во-первых, очень маленькие вот эти геймпады Joy-Con, ему не очень удобно их держать, но все равно, ну потому что 4,5 года, все равно маленькая рука. Но, тем не менее, это наименьшие геймпады, если брать вот PlayStation 3, Nintendo Wii и Wii U, соответственно, самые маленькие геймпады, в принципе, было удобно. И Arms ему понравилось. То есть, да, он играет такой, он не очень прямо вот так дерется, но он еще не умеет драться, да, почему он маленький. Он как-то вот так машет руками по-всякому, но у него получается. Он, помню, он играл такой и дошел до пятого уровня, до пятого бойца и проигрывал ему. Такой, нет, я сейчас его сделаю, короче. И там на третий или на четвертый раз он все-таки победил, потом прошел босса. В принципе, ему понравилось, но других каких-то игр на Nintendo, вот именно Switch, двигательных, я особо не нашел. Да, есть фитнес-боксинг. Честно говоря, до сих пор его не пробовал, но из-за того, что я смотрел, мне кажется, тоже не совсем для детей. Есть те же джаз-денсы, но все-таки джаз-денсы я решил попробовать на Nintendo Wii по одной простой причине. Именно для Nintendo Wii есть джаз-денсы, которые детские. Там есть джаз-денс-кидс и джаз-денс-дисней, как-то так, с диснеевскими там персонажами. Детям как-то прикольнее, там даже движения, они больше для детей как-то рассчитаны. И этого на Nintendo Switch я не нашел ни на Nintendo Switch, ни на Xbox, и поэтому это на Nintendo Wii. Тут, конечно, прикольно, что джаз-денс это единственная игра, которая до сих пор выходит на Nintendo Wii. Причем она уже не для Wii U, не для Xbox 360, PlayStation 3 не выходит, только для Nintendo Wii. Также я решил попробовать Balance Board, который изначально для Nintendo Wii разрабатывался, но также был совместим с Nintendo Wii U. Я решил попробовать на Nintendo Wii U именно вот Wii Fit U. Думаю, ну, в принципе, там есть двигательные такие игры, какие-то ритмы игры и танцевальные, что-то такое. Думаю, может быть, ребенку будет прикольно. Я запустил, и нет, оказалось, это все равно тоже так себе вариант, потому что, во-первых, очень долгая настройка. То есть даже если ты пришел в Wii Fit U просто поиграть, просто подвигаться, нет, ты пройди сначала все тестирование на баланс, на рост вес, вот это все укажи, все свои данные, и только потом ты можешь поиграть. Ну и игра тоже, то есть там все на английском языке, перевода нет, ребенку непонятно, что ему там говорят, ему приходится это объяснять, подсказывать, и как-то у него не получается за ними повторять. Не знаю, почему в тот же Just Dance более-менее нормально, а вот Wii Fit U не получилось, но в итоге на это я тоже забил, а честно говоря, какие еще другие прям такие именно двигательные игры для Wii U, я не знаю. Ну, на PlayStation 4, в принципе, мне кажется, вообще ничего для детей нет такого, чтобы именно двигаться, да, есть какие-то детские игры, которые, ну, можно назвать для детей, но именно двигательных нету. Поэтому я решил попробовать еще PlayStation 3. Была очень классная игрушка, которая мне очень нравилась, называлась Star de Party на английском языке, по-русски, по-моему, зажигай. Да, там есть еще праздник спорта, очень крутая вещь, мне праздник спорта и первая-вторая часть нравится гораздо больше, чем Wii Sports на Wii, но все-таки это тоже не для детей, потому что это уже, ну, такие виды спорта, где надо конкретно что-то делать. То есть, если в других играх там ребенок просто может как-то махать руками и достигать какой-то цели в этой игре, при том, что наша основная цель именно, чтобы он махал руками и ногами, а не для того, чтобы он там что-то точно делал. Праздник спорта, это все-таки не про это, но вот эта игра, Star de Party, у меня, оказывается, был диск, я его продал, балда, давно продал, и сейчас у меня диска нет. У меня остался только демо-диск для PS Move'ов, где есть эта игра в том числе, она, правда, там на английском, но неважно, не страшно, там объяснять толком ничего не надо. Мне там все равно больше всего нравилась вот эта игра, где надо мух мочить, просто они там летят, и ты их мочишь, кстати. Вот что мне нравилось в этой игре, прямо вот видно, насколько высокая точность распознавания, ты вот держишь вот эту ракетку, показывается на телевизоре, как ты ее держишь, прям ты ее вертишь по-разному, ей вот никаких проблем с распознаванием вообще нет. Проблема только в том, что это демо-версия игры, но в целом ребенку понравилось, я ему поставил, он поиграл, такой говорит, я еще хочу, еще поиграл, не то, чтобы там много движений, но просто как один из вариантов, но вот такой тоже на PlayStation 3. Ну и в целом в сухом остатке к чему мы пришли, то есть ребенок играет в Arms на Nintendo Switch, играет во Fruit Ninja Kinect на Xbox One, в Just Dance детские версии на Nintendo Wii, иногда они там еще жена ему помогает, там можно вместе танцевать, что тоже прикольно. Ну и пока вот всего один день мы попробовали на PlayStation 3 вот эту Start the Party демо-версию, но вроде как ему тоже зашло. Пишите мне в комментах, насколько интересна вам вообще эта информация, потому что я еще так подумал, можно в принципе снять еще о том, вот во что мы с семьей играем. Меня часто спрашивают, а вот какие есть игры для семьи, не просто там для многих игроков, да, там для нескольких, типа ну можно сказать, да иди в Диабло поиграй, но вот именно для семьи, чтобы там дети со взрослыми могли играть, это было как-то интересно, могу еще рассказать об этом, разве что, конечно, это будет в первую очередь про Switch, но Wii U тоже я буду упоминать, потому что мне кажется, что все-таки Wii U в плане именно вот таких семейных игр, даже не Wii, а Wii U, если не говорить про двигательные игры, а просто про семейные, была гораздо лучше благодаря вот и своему Wii U геймпаду, который обеспечивал синхронный геймплей, благодаря некоторым играм. Я до сих пор считаю, что Wii U пати это лучшая пати игра, ну в общем, пишите мне в комментах, интересно ли вам эта тема, и могу об этом тоже рассказать. Ну а с вами был Денис Мейджор, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях, ставьте лайк, если вам понравилось, и спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, Бусти и Ютубе, вы помогаете моему каналу становиться лучше, и благодарю за просмотр, до новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»!